в этом году весна очень ранняя так как зима была теплая и я вот сегодня стою уже на своей грядке где я садила чеснок головками здесь у меня была посажена озимая рожь между чесночка и смотрите какие всходы сейчас я эту беру вот эту озимую рожь и мы увидим лучше где растет чесночок кругом озимые сорта чеснока обычно легко переносит зимняя холода но чеснок посажен осенью и в момент его пробуждения он нуждается в мощном таком толчке чтобы выставить против болезней всевозможных и вредителей и затягивать сроки подкормок никак нельзя мы вот первую подкормочку провели буквально про снегу когда еще лежал здесь снег и пробивалась вот этот рожь чем можно удобрить чеснок знали еще наши бабушки и предки наши среди всяких средств народных именно подкормка ранней весной это популярная у нас есть это 100 грамм древесной золы развести в 10 литрах воды и залить бороздки между рядях потом присыпать землей второй способ подготовить настой курина помета 115 после брожения в течение 10 12 дней 1 литр раствора развести в ведре воды и полить грядки этим раствором еще один способ приготовить 10 литров настоя из дрожжей 10 грамм сахара 5 ложек куриного помета грамм 500 взять и золы 500 грамм оставить для брожения на два часа и 1 литр раствора разбавить в ведре воды 10 литром и провести корневую такую подкормку сейчас я буду проводить уже вторичную подкормку чеснока потому что уже смотрите какой вырос чесночок это фосмонным удобрением готовлю раствор нитрофоски если нету можно заменить и нитром махоской 2 столовые ложки на 10 литров воды выливаю под корень ну 5 литров на раствор раствора этого на один квадратный метр этого достаточно подкормили перекопали кругом и теперь наш чесночок будет расти в прошлом году очень много было листьев желтых потому что были перепады сильная и вот чтобы не были пожелтения кончика в листику или у чеснока разные причины могут абсолютно то же самое хорошо внести древесную залу перед поливом обязательно и использовать калийное мини удавление если будет хорошая погода через 10 дней нужно обязательно сделать корневую подкормку суперфосфатом 2 столовые ложки сухого кристалла растворить 10 литров воды в ведре ведро раствора выливает на 2 квадратных метра грядки этого я думаю достаточно вот и благодаря такой вот подпитки увеличивается и набирает сочность головки пряно овощи и не идет именно зелень а будет идти в корневую систему нашей головки конца